Всем привет! Я Даша. Сегодня буду рассказывать о двух книгах. Итак, начнём мы с книги, которая мне понравилась поменьше. И, кстати, я хочу предупредить, если вы поклонники Анны и Сергея Литвиновых, не смотрите эту часть видео. Я вам оставлю под видео в инфобаре время, на которое нужно перейти, где я уже не говорю о них, и смотрите уже там. Эту часть лучше пропустить. Итак, Анна и Сергея Литвиновы, та самая Татьяна. Я хочу заранее предупредить, что люди, которые любят очень Александра Ильича Пушкина, поэму Евгения Нигин, вот вы, мы с вами вряд ли воспринимают эту книгу положительно, потому что она отходит от канона, она отходит от задумки Александра Сергеевича. Мне так нравится концовка Евгения Нигина оригинального, что вот эта книга, она, её пророгает, такой маленький спойлер, и это не очень хорошо. Это проза. Это продолжение истории Евгения Нигина, что было с Татьяной, что было с Евгением после той их встречи, когда она так гордо ему сказала кое-что. Идна попытка авторов какому-то русскому стилю соответствовать. Они пытаются употреблять время от времени устаревшие, ныне редко употребляемые слова, но ничего хорошего из этого не получается. Как на мой взгляд, им эта попытка не удалась. И даже напротив, ну вот тот факт, что она не вполне удалась, она это портит книгу. Причём она, смотрите, она такая тоненькая, так что любители объёмных книг в восторг не придут. Но она ещё тоньше, чем кажется, потому что шильз здесь очень и очень крупный. Ну, не то чтобы прям очень, но крупнее, чем в стандартных книгах, так что на самом деле эта книга ещё тоньше, чем кажется. И, как мне кажется, характер, который мы видим в Евгении Негине и Пушкина, они другие, это совсем другие люди. Это, это, я не увидела здесь знакомых мне лиц, это были просто люди с такими же именами, как там. Если вам понравилась сама идея, продолжение Евгения Негина, если вы не удовлетворены тем, ну, какой выбор сделал Татьяна в конце поэмы, то эта книга для вас, пожалуй. Но написана она всё-таки менее удачной, чем могла бы быть написана. Кстати, авторы пытаются процитировать некие строки из поэмы изначально, но так, что это не выглядит как вырванное счастье с поэмы, а просто, ну, как часть прозвы это смотрится. Но те, кто знает эту поэму, мы слишком часто произношили это слово, те, несомненно, их узнают. Я даже не знаю, отнести это к плюсам или к минусам книги. Ну, вот, что есть, то есть. В моей библиотеке есть такая книга, она называется «Синий город на Садовой». На самом деле здесь две поэсти, и я прочитала только одну из них, это «Бронзовый мальчик». Это одна из моих самых любимых поэстей «Укропеина», тем более я учена генеалогией. Одна из глав этой поэстей так называется, «Ранословная». И мне очень нравится, что судьба главного героя прикликается судьбами мальчишек, которые жили в XIX веке, например. И это видно, эту перекличку, потому что рассказывается и о судьбе этих мальчишек немножко. И это совершенно потрясающе, как порой складываются судьбы, столетиями порой, как это вообще всё происходит. И хотя я занимаюсь генеалогией уже, пожалуй, больше 10 лет, ровно 10 лет, я в 2008 году, я вообще всю жизнь этим занимаюсь, но именно в 2008 году я пришла на новый уровень, то есть стала просматривать львейские сказки, архивные выписки, церковные книги, приставать к сотрудникам ЗАГСа, чтобы они мне выдали тот или иной документ. И, да, то, что 10 лет в этом году ровно, кошмар. По-моему, это было лето. А, так, я отвлеклась. Вот, здесь всё это очень прям вот люди, которые тоже увлечены генеалогией, им понравится, вам понравится. Ну и, конечно, фирменный стиль Крапивина. Это его преданные совершенно герои, с высокими моральными принципами, с людьми, которые знают, что такое честь, достоинство. Они дипломатичны, они корректны, из них совершенно замечательные друзья, они за друга в огонь, и даже за чужого человека они в огонь. И вот я абсолютно каждый раз плачу, когда читаю эту поиск в конце, потому что там совершенно происходит что-то ужасное, потому что это так трогательно, это вот так пронизываю душу. И мне кажется, чем чаще, чем дальше, чем большее количество раз я читаю, перечитываю, тем больше я рыдаю. И вообще это совершенно что-то изумительное. Я еще раз повторюсь, это одна из моих самых любимых вещей у Крапивина. Если вы ее еще не читали по какой-то невероятной вселенской ошибке, то, конечно, нагоняйте эту... Располняйте этот пробел, непременно ознакомьтесь. Повесть не сказать, что мысюченькая, но и не сказать, что гигантская, много времени наугорода не займет. Если у вас нормальная скорость чтения и занятость не такая, чтобы... То есть вам хватает 24 часов в сутки на свои дела, я думаю, дня за два, за три вы ее уже прочитаете. Так что я очень настоятельно рекомендую. Значит так, итоги. Итоги сегодняшнего видео. Анна и Сергей Литвиновы, та самая Татьяна, читать тем, кому не устроила концовка оригинальной поэмы Евгения Энегин, а «Бронзовый мальчик» читать вообще всем подряд. Вот всем. Причем независимости от возраста, предпочтений в литературе и вообще всем подряд, без каких-либо ограничений, серьезно. Так что на сегодня все. Пока и до скорых книг. Редактор субтитров А.Семкин